Я была таким, можно сказать, заядлым курильщиком, я выкуривала уже очень много сигарет. И если, допустим, сигареты заканчивались в 3 часа ночи, то я шла за сигаретами тут. Это, конечно, очень сильно меняло, ну, мешало в жизни. И вообще любая зависимость – это не очень. Как я бросила? Точно не помню, как. Взяла, бросила, прочитала книгу. Была какая-то общая волна, что все читали, как легко бросить курить человека, который умер от рака легких. Я ее прочитала и перестала курить. Серьезно. Но это было, на самом деле, очень трудно, потому что я не сразу, короче, бросила курить. Хотя, на самом деле, система такая, что если ты бросаешь курить, то бросаешь сразу. Только тогда возможно курить. Я еще помучилась, наверное, пару лет. И, на самом деле, все курильщики, они просто не знают, что им плохо, что они больны, что у них обязательно с желудком непорядок какой-то по-любому, что всегда какие-то сопли, горло болит. Это, видимо, аллергическая реакция какая-то на курение. Ну, короче, если ты куришь, ты инвалид практически по-любому. Оказывается, мир пахнет. И вообще все в этом мире пахнет. Когда ты куришь, ты вообще ничего не чувствуешь. И, на самом деле, хуже всего в этом мире пахнут курильщики. Их одежда, волосы, их дыхание и вообще. В мире тысячи советов, как бросить курить, какие-то варианты. Там сейчас появляются какие-то там электронные сигареты и всякая дрянь. Но чтобы бросить курить, нужно знать только одно вообще. То есть их даже на самом деле не три. Если ты бросаешь курить, ты просто бросаешь курить и больше не куришь. Все. Это единственный секрет бросания курить. Как просто не возвращаешься ни за что, ни при каких обстоятельствах. Ни там... Ну, вообще, короче, ни за что. Иначе ты тряпка. Я борюсь с курением таким образом. Я не разрешаю курить, например, на своих концертах. Потому что сейчас еще на Руси курят везде пока что. Ну, там, конечно, не как в Китае. В гостиницах не курят и в магазинах. Но, как бы, курят практически повсюду. И я часто пою концерты в клубах, именно где люди курят. Выпивают, там курят и все такое. Во время их концертов курение прекращается. Больше я пока что ничего сделать не могу. И в целом, ну, как бы, я довольно отчаянно смотрю на курящих людей. На самом деле, я бы хотела защищать тех, кто не курит. Вот. Потому что почти никто не может бросить курить из моих знакомых. Очень просто единицы бросили курить. Всех курильщиков нужно задвигать куда-нибудь подальше, чтобы... Если ты куришь, чтобы это было для тебя не то, что ты взял, достал сигарету и на всех куришь. А чтобы ты куда-нибудь долго-долго шел по не самым приятным местам. И там сидел и курил. А не то, что как все курят в проходных местах. Вот в город приезжаешь, все курят там, где ты идешь. На входах, там, в любые какие-то заведения и места. И хочешь, не хочешь, ты куришь. Я думаю, что нужно очень активно просто говорить людям, что делает курение с ними. Показывать прямо наглядно, показывать везде. Это все же хотят пудриться, там, режут себе лицо, чтобы быть красивше. Делают себе сиськи побольше, там, отрезают лишний жир. Но это лишь мода на красивую внешность. А курение убивает эту внешность тоже. Нужно просто показать, как раз они так хотят быть красивыми, то давайте ведем моду на красивые внутренности. Чтобы они были розовые, там, красивые. Они засраны всяким дерьмом. На здоровые желудки, на приятное дыхание изнутра, но не за счет, там, парфюмов каких-то и всякой фигни. А действительно круто быть здоровым. То есть здоровое тело – это самая клевая одежда. Не важно, там, можешь, конечно, резать его, но я думаю, что нужно начинать все-таки с внутренностей.